Вот вы упомянули Киев Как вы целиком смотрите на эту ситуацию Когда все это закончится И закончится ли вообще Ну вы знаете Все в жизни когда-нибудь заканчивается Ну понятно Мы увидим с вами конец Вы знаете, вот история Я могу это просто Вспомнить очень-очень старый анекдот Когда человек спрашивает у мудреца Какого барана убить, белого или серого Ну вы знаете Он говорит, бей белого Серый обидится Ну бей серого, белый обидится Он пошел еще к какому-то мудрецу Тот говорит, бей белого Серый обидится Ну и так далее Он долго-долго ходил Наконец поднялся куда-то в горы Три недели шел бы в эти горы Нашел этого мудреца Который 20 лет жрет только тушканчиков Очень мудрый человек Он говорит, бей белого Так серый обидится, пускай обижается Понимаете, вот это из этой серии Ну да Меня внесли в эти списки Ну и что? Что? Ну это странно все Для меня это что? Трагедия, что я не поеду на Украину Ну а как? Ну там же есть тоже поклонники Там тоже есть Да я вас убалю Нет? Ну а как? Смотрите, а завтра ваш родной Питер Ну вы родились в Ленинграде Сейчас в Санкт-Петербург Тоже, я не знаю В силу каких-то обстоятельств Отсоединиться Да не может быть никаких обстоятельств А кто мог подумать Что может быть в России? Потому что Питер это родина Путина И моя Не может быть никаких Вообще все, что делает Владимир Владимирович Я считаю, это гениально Он гениальный политик Как он отделил Крым Без единого выстрела Гений Гений Гениально Я был просто в восторге А вы когда в последний раз в Питере были? Недавно я был В спектакль мы играли Практически Ну раз в месяц Иногда даже два в месяц Я бываю в Питере А что за спектакль? И так как это родной мой город Я его обожаю Я его обожаю Спектакль Свободная пара с Машей Ароновой Мы играем Потом Подкаблучники С Наташей Бочкаревой И Лешей Маклаковым Потом спектакль Все сначала С Леночкой Прокловой И Сашей Машковой Вот у меня три спектакля Таких задействованы Не политкорректно Но без злого умысла Иронично Но без сарказма Пристрастно Но по-честному Правда 24 И Евгений Додолев С понедельника По четверг В 19.30 На телеканале Москва 24 Эта беседа с Борисом Чербаковым Записана была В сентябре 15-го года В сентябре 15-го года Уже были все эти списки Все эти Разборки с Украиной Но конечно За эти 7 лет Ситуация изменилась Кардинально Я даже не знаю Возможно ли сейчас Подобного рода разговор С кем-нибудь из актеров Думаю, что нет Субтитры подогнал «Симон»